Александр Григорьевич Чучалин Александр Григорьевич, я вас приветствую. Ну вот, с чего хотелось бы начать. Мы сейчас все страдаем и видим наступление нового штамма, уже сравнительно, нового штамма Дельта, штамма коронавирусной инфекции COVID-19. Врачи отмечают, что этот штамм очень легко спутать с обычной респираторной вирусной инфекцией или с гриппом. Те же самые симптомы. Кашель, чихание, насморк. Что сегодня действительно нужно знать об этом заболевании врачам и пациентам, чтобы не перепутать и не отнестись из пренебрежительных к своему здоровью, к своему состоянию? Ну, во-первых, спасибо большое. Я хотел бы действительно с пониманием отнестись к тем вопросам, которые пришли к вам от ваших слушателей, и вы генерируете, и понимаете то, что людей тревожит. Ну, действительно, в течение вот этого года шло последовательное изменение различных штаммов коронавирусной инфекции Альфа, Бета, Дельта. Ну, и сейчас Кирванский штамм, который получил рабочее такое название Нью, он распространяется в странах Латинской Америки. Ну, и первый случай, который регистрируется в Соединенных Штатах Америки. Ну, и, наконец, наши специалисты, и не только наши, вот специалисты в Голландии и в других странах, которые работают со штаммами коронавируса, которые поражают людей, живущих в Российской Федерации, ну, начинается разговор о том, что по всей видимости будут и российские штаммы. Евгений Владимирович, я хотел бы как бы правильно ориентировать и вас, и ваших слушателей о том, что коронавирусная инфекция – это одно из самых древнейших инфекционных заболеваний у человека. Даже более древней, чем грипп, туберкулез и некоторые другие. И основным проявлением его являются те симптомы, которые мы на жаргоном языке называем простудой. Простуда вызывает целая группа вирусов, к которым, в частности, относятся и коронавирусы. И то, что дельта, вот этот вариант, вызывает такие проявления ринита, как заложенность носа, слизистая отделяемая, умеренная боль в области орофангиальной и, наконец-то, умеренное повышение температуры – это, в принципе, очень характерно для коронавирусной инфекции. Здесь есть и положительная сторона, и отрицательная, потому что появление такой клинической картины говорит о том, что мы как бы входим в русло обычного коронавируса, который близнеет. В середине 80-х годов шотландские, а несколько позже американские исследователи, они привели заражение волонтеров коронавирусом с тем, чтобы понять, какие симптомы именно связаны с коронавирусом. И вот ту проблему, которую вы обозначили, они ее хорошо описали именно на волонтеров. Я вот не буду повторяться, это в основном поражение мертвого отдела дыхательных путей. Ну, есть, конечно, особенность. Особенность в том, что это очень высокая трансмиссия. Вы обратите внимание, как мир вспыхнул, по данным Соединенных Штатов Америки, это порядка 50%, которые приходятся на варианты этих. Ну, не говоря о таких странах, как Индия, и целый ряд других стран, Великобритания. И нужно сказать, что я хотел бы это подчеркнуть, чтобы не было страхов, фабий. Люди, которые привиты, это хорошие данные. Данные, основанные на очень серьезных глубоких исследованиях биостатистики, показывают, что вакцинированные люди переносят, если они переносят именно вот для этого ряд, они переносят в легкую форму. То есть в смертельных исходах практически не наблюдается улиц, которые инфицированы коронавирусом на штангах Адельты. Поэтому фабического настроения не должно быть. Это как бы понимание того процесса, который происходит в связи с пандемией. И коронавирус демонстрирует именно те типичные признаки, которые характерны для этой инфекции. Александр Григорьевич, врачи отмечают, что против штамма Адельты, который сейчас наиболее распространен в России, наиболее эффективными оказываются противовирусные препараты, в отличие от уханьского штамма, когда клинические проявления заболевания наступали позже, и противовирусные препараты уже не действовали. Что сегодня врачи берут себе на вооружение для лечения тяжелых больных ковида? Да. Юлия, вот я хотел бы подчеркнуть, у ковида нет лекарства панацея. Да, это уже известно, да. И каждый этап, он требует своей тактики. Скажем, этап первого, так называемого, критического дня, когда развелась высокая температура, появился непродуктивный кашель, и к человеку пришло ощущение дискомфорта дыхания в этот период. Вот это первый день, когда вирус достиг нижнего отдела дыхательных путей, нарушил альвеолокапиллярный барьер и устремился в кровеносное рост. Это этап вирусимии. Вот, собственно говоря, вся клиническая картина и тактика лечения будет определяться врачами от того, с чем он имеет дело. Скажем, этап вирусимии. Вирус циркулирует кровообращением, он поражает эндотериальные клетки и вызывает микротромбообразование. Это одна тактика. Другая тактика, так называемого, 14-18 дня, так мы его называем второй критический день, когда появляются уже иммунопатологические изменения, в первую очередь, стороны органов дыхания. И развивается шоковая легкая, или мы называемая нога респиратурная, гестродисиндром и так далее. Наконец, третья ситуация, которая уже связана с тем, что вирус и текущие проблемы иммунопатологические привели к резкому изменению иммунитета организма человека. И различного рода возбудителей, первую очередь, грамотрицательные флоры, и в очень высоком проценте случаев грибковая колонизация является причиной поражения организма человека. Поэтому, если мы говорим о том, как лечить и как помогать, то в данном случае я хочу сказать, что тактика применительна к каждому из этих этапов, она различная. И я еще хочу подчеркнуть, но нацей нет. Но вы поставили вопрос о антивирусном препарате. Такого препарата не существует. Мы не знаем эффективного препарата вообще против респираторных вирусов, не только коронавируса, коронавируса, скажем, вирус гриппа. Ну, более-менее там понятно, что ингибиторы нейроминидазы, они могут помогать бороться с вирусом гриппа. У нас нет таких препаратов, которые помогли бы нам справиться с таким заболеванием, как респираторно-сенсиальный вирус, адреновирус и так далее. Это как бы действительно серьезная большая проблема. Но вместе с тем, мы должны эффективно бороться с вирусами, с тем, чтобы не было повреждений внутренних органов человеческого организма, в первую очередь, вот этих клеток, которые мы называем элитолиоцитами. И здесь, с позиции медицины доказательств, есть два препарата, которые помогают. Это дексаметазон, хорошие данные, хорошо показаны. И другую, собственно говоря, альтернативу этому нет. А второе – это антикогулянты, гепарин. Но вот эта проблема, которую мы с вами обсуждаем, по отношению к каждому лекарству, проделала еще новые проблемы. Потому что именно у лиц с коронавирусной инфекцией высокий процент резистентности его свертывающей системы гепарин. Вот эта проблема, она вскрылась в течение периода, которых мы с вами сейчас наблюдаем и так далее. Да, Александр Григорьевич, еще одна проблема, которая вскрылась тоже в период пандемии – это склонность к самолечению. И если мы с вами называем сейчас препараты, эффективные препараты, мы подчеркиваем, что они показаны исключительно под контролем врача. Потому что ситуации, когда, как говорится, бесконтрольно сначала скупают, вызывая искусственный ажиотаж на рынке, а потом бесконтрольно применяют эти препараты, давайте скажем о том, что пациент тем самым вредит себе и может создать угрозу для собственной жизни. Конечно, нас очень беспокоит именно та группа пациентов, у которых есть прогноз тяжелого течения, осложненного течения, когда разовьется второй критический период в его течении болезни, когда возьмут грибковые осложнения, и болезнь начнет приобретать характер сепсиса в этих болезнях. Вот, конечно, такой тип людей нас очень беспокоит. К счастью, из 100% это приблизительно около 5%, которые болеют такими тяжелыми формами. Но еще раз я хочу сказать, что с позиции медицины, основанной на доказательствах, каждый из этих этапов сегодня, исходя из наших знаний, имеет определенную тактику в лечении. И она отличается, и здесь необходимо, как говорится, вовремя обратиться к врачу, вовремя обратиться за медицинской помощью, за квалифицированной помощью. Но вот что еще обидно. Простуда, в отличие от ковида, проходит в большинстве случаев бесследно, или мы к ее последствиям привыкли и уже приспособились, а ковид часто является предвестником так называемого постковидного синдрома. Постковид уже внесен в международную классификацию заболеваний и является самостоятельным заболеванием, которое нужно лечить. Какие знания сегодня используют врачи по мере накопления опыта переболевших? Насколько серьезен постковид, в чем он проявляется? Юлия Владимировна, хороший вопрос вы задаете. Он ведь относительно новый, этот вопрос. Собственно говоря, когда начиналась проблема пандемии, тогда этот вопрос, ну, как бы не имел ясности, понятия, никто не мог понять, будет вообще такая проблема или нет. И первую тревогу забили вот итальянские врачи, тем более, что вы будете готовить большую конференцию. И итальянцы действительно первые сказали, что есть те лица, которые после четырех недель, вот обратите внимание, я делаю акцент, что такое постковидный период, срок, время. Если в течение четырех недель болезнь проявляет себя такими признаками, как субфибридная температура, как одышка, общее восстановление, мышечные боли, то, как на туманная голова, и от ясности мыслей, человек не может сконцентрироваться, и так далее, и так далее. Мы это называем постковидным синдромом. Некоторые это называют лонг-ковид-синдромом, то есть более продленным. Но более того, я хотел бы подчеркнуть, что есть те лица, у которых это свыше трех месяцев, эти симптомы проявляются. Поэтому сам постковидный период имеет как бы и вторую оттенну, когда болезнь приобретает хронический характер. И хроническая форма ковид, она сегодня требует другой тактики, другого подхода. Поэтому мы должны эту болезнь разделить на три этапа. Этап острого заболевания, этап подострого течения этой болезни от четырех недель до трех месяцев, и этап, когда болезнь переходит вот этот этап трехмесячного периода, и болезнь распространяется. Я хочу пояснить конкретным примером. Ко мне вот после общения с вами очень много поступает звонков. Вы даже себе представить не можете, к вам это одни звонки пойдут, а ко мне пойдут другие звонки. И вот позвонила слушательница и сказала, что ее папа болен тяжелой болезнью лимфома. Он наблюдается гематологом. И более четырех месяцев у него появлялась персистенция коронавируса. Элиминировать, удалить вирус никак не удалось. Я посоединился с врачом-гематологом, мы обсудили эту ситуацию и применили к нему, как это бывает при лимфоме, высокие дозы иммуноглобулина. И вот с радостью они потом позвонили и сказали о том, что действительно удалось избавиться от вируса, который циркулирует. А так он, вот бедяк, не мог получать того лечения по своему заболеванию, ну как бы выйти в общество и так далее, и так далее. Поэтому я хочу подчеркнуть, Елена Владимировна, это важная такая сторона. Есть острый период, подострый период и хронический период. По хроническому периоду два, как мы говорим, фенотипа. В одном случае, Днегустарк и не удален из организма человека, не наступила его элиминация, а в другом случае, вот этого заболевания, это привело к тому, что возникают заболевания ревматически подобного характера. Поэтому первые авторы, которые писали на эту тему, они сравнивали определенные формы ревматической лихорадки с ковидной инфекцией. Вот как бы понимание ситуации на сегодняшний день. Александр Григорьевич, ну есть также понимание, что ковид влияет и на сердце. Очень часто пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, становятся пациентами кардиологическими, и на легкие, вы об этом упомянули, и на центральную нервную систему, и на психику. Психическое здоровье, это стало отдельное направление для изучения постковидного синдрома. Как учитывать эту междисциплинарность врачам, которые ведут пациента? Проявляются ли эти симптомы одновременно в разных направлениях? То есть когда и центральная нервная система страдает, и голова, и сердце. И что делать пациенту? Как прислушаться к своему здоровью и не пропустить очень важные симптомы? Не принять их за плохое настроение, за погоду, за нарушение гормонального фона, или на возраст не списать это, а начать лечить? Хорошо. Лена, мы сейчас с вами обсуждаем как бы горячую тему новых болезней. И действительно мы с вами являемся свидетелями, как практически каждые 3-4 месяца описывается новая болезнь. И ту проблему, которую вы обозначили, она, конечно, требует специальной подготовки врача, чтобы он правильно оценил те системы человеческого организма, которые вы перечислили. Нервные системы, проблемы кардиологические, и так далее, и так далее. Эндокринологические, кстати, очень остро стоят проблемы. Дерматологические проблемы, ну, сегодня перечислили. Но в основе, вот я и те, с которыми мне приходится и сотрудничать, и обмениваться своими профессиональными мыслями, все-таки это связано в первую очередь с тем, что при этой инфекции поражается эндотелий человеческого организма. А органы мишени могут быть разные. Это сосуды, скажем, центральной нервной системы, сосуды сердца, сосуды легких, сосуды печени, почек, кожных покров, и так далее, и так далее, и так далее. Что с ними происходит в сосудах? Ну, поражается в первую очередь капилляра, то есть это мелкие сосуды. Именно в той части, где капилляр переходит в вену. И вот эта часть, она имеет большое значение в регуляции микроциркуляции крови в человеческом организме и в контроле за тромбообразованием. Поэтому вот эти мелкие тромбы, которые образуются в легочной тканью, в сердечной мышце, и так далее, и так далее, и являются причиной развития той или иной патологии. Если говорить о сердечных проблемах, то серьезные проблемы, конечно, связаны с развитием коронарной болезни. Если человек раньше страдал, то это обострение коронарной болезни. Но никогда вот за последнее время, после ревматизма, так много не говорили о миокардитах. Именно коронавирусные инфекции, которые приводят к развитию миокардитов. Ну, была такая тема, как роль вакцин в развитии миокардитов. Это, откровенно говоря, не очень подтвердилось. Убедительных данных в конечном счете не оказалось. Но дети, подростки и взрослые миокардитами на эту инфекцию реагируют по-разному. И, конечно, сердце должно быть как бы в фокусе наших интересов и оценки. Серьезная проблема – это образование тромбов. Тромбоэмболические осложнения уже на хронической стадии, не острой, а на хронической стадии – это часто является причиной внезапных смертей наших пациентов. И если посмотреть на смертность именно в период уже того периода, который вы обозначили, пост-ковидного периода, то смертность достаточно высокая. Знаете, вот американцы привели такие хорошие данные. У них высокая смертность около 500 тысяч человек, которые умерли от инфекции. И американцы говорят о том, что их институты по биостатистике продолжительность жизни, ожидаемая продолжительность жизни сократилась на два года. То есть на два года вот американец, тот, который сегодня рождается в Соединенных Штатах Америки из-за коронавирусной инфекции, ожидаемая продолжительность жизни сокращается на два года. И американцы специалисты указывают, что они столкнулись с демографической проблемой, с которой они в последний раз сталкивались в период Второй мировой войны. Они проводят сопоставление те потери и изменения в ожидаемой продолжительности жизни того периода и настоящего периода. Можно сказать, что для нас это актуальная проблема. и не только для нас, а для всех стран. Наше, как бы, правительство уделяет этому определенное внимание. Поэтому это вызов на сегодняшний день для всего нашего здравоохранения. Да, и он очевиден. Александр Григорьевич, вас смотрят как пациенты, так и врачи, ваши коллеги, они с вниманием прислушиваются к вашим рекомендациям и вашим советам. Давайте с те оставшиеся несколько минут, что у нас еще есть, мы обратим внимание и ваших коллег, и пациентов на то, на какие показатели в анализе крови, ну, например, пониженный уровень тромбоцитов, это сейчас очень частое явление у больных, перенесших ковид, на компьютерную томографию легких, на общее самочувствие. Нужно обращать внимание и знать, что вот именно это, скорее всего, проявление постковидного синдрома. Конечно, это область активных научных исследований. И сегодня биологического маркера, который бы можно было связать вот с проблемой, которую вы обозначили, такого маркера на сегодняшний день не существует. Это все-таки загадочная история современной патологии человека. Но то, что известно, и то, о чем можно говорить. Если говорить о тромбоцитах, не столько тромбоцитопения, а как увеличение фракции больших тромбоцитов. Вот большие тромбоциты, мегакариоциты, они блокируют кровообращение через капилляры. И в данном случае, по результатам исследований умерших лиц от сосудов мозга, показано, что это вот именно мегакариоциты. Такая же история связана и с миокархом. То есть не количество тромбоцитов, а их размеры выходят на первое место. Из тех биологических маркеров, которые можно сегодня как бы вот переносить и связывать, вот лично мы много занимались такой проблемой, как ферритин. Белок, который фортирует железо, обладает выраженными окислительными свойствами. И прогностически это очень неблагоприятный признак. Он тесно связан действительно с тем, что происходит. То есть дефицит, Александр Григорьевич, перебью на секунду, то есть дефицит железа может указываться на неполадки в организме и может стать стимулом для того, чтобы над этим биомаркером поработать. Например, поднять уровень железа, принимать препараты. Было корректно все. Это белок, который транспортирует железо. Ферритин. Не само, то есть само железо, но белок, который транспортирует ферритин. Да, это два связанных показателя. Они различаются, но тем не менее. Да, поэтому как бы вот это проблема. Существуют функциональные методы, скажем, но, к сожалению, нашим здравоохранениям не очень развитая оценка функциональных свойств легких. Особенно отсутствует такой важный тест, как диффузионный тест. А он как раз при этой болезни. Из того, что мы провели, на что мы могли бы обратить внимание, моих коллег, которые меня слушали, я на первое место поставил бы капилляроскопию. Метод, который позволяет визуализировать капилляры, их плотность капилляров, размеры капилляров, наглядно видеть, как двигаются по капиллярам форменные элементы крови и так далее, и так далее. И те методы лечения, которые мы применяем, именно капилляроскопия является методом, который позволяет мониторировать. Это эффективно или неэффективно. Вот наша работа вместе с группой моих коллег из Японии и из Токийского университета. Мы по их рекомендации стали активно использовать такой газ, как водород. И действительно, мы показали нам в примере нашей группы реабилитационной, как водород, в данном случае, влияет на плотность капилляров, как влияет на диаметр этих капилляров. Ну и сами наши пациенты отметили... Александр Григорьевич, да, спасибо большое. Я поняла, что медицина здесь находится в поиске. Я благодарю вас за то время, которое вы нам уделили. Было очень интересно. Александр Чучалин был собеседником программы «Мнение». Благодарю за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова